всем привет сегодня у нас тема запуске в instagram так 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 ждем нашего гостя привет 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 павел приветствую максим как меня слышно все хорошо как меня слышно прекрасно все супер да давай представимся вот может быть кто-то меня не знает кто-то тебя не знает давай с тебя начнем павел плюсов зовут продюсер онлайн школ занимаюсь этим последние четыре года так с 18 лет как отчислишь универа переехал в москву занимался диджитал маркетингом продавал услуги маркетинговые и вот четыре года назад сделал первый запуск в онлайн школе в онлайн именно образовательной среде сделал тогда там резко больше денег 750 тысяч для меня это были огромные деньги и начал заниматься чисто продюсированием сейчас продюсерский центр продюсируем блогеров экспертов известных неизвестных миллионников там и так далее круто круто сегодня поговорим красно эту тему запусков вот может кто меня не знает меня зовут макс я маркетолог работал с многими топ экспертами коучами и компаниями там среди которых тони робинса яс гандапас полкова артисты бэкстар уколова ну и так далее вот давай я начнем с темы запусков с вопроса о том как делать ну вот сейчас вот просто популярна тема да типа там большие запуски на маленьких охватах да потому что слышу может даже это умеешь делать вопрос да насколько это вообще реально и ну как это вообще типа там нам на 100 200 300 500 охвата там делать миллионные запуски ну я думаю если мы тут типа про true не про то чтобы что-то продавать здесь можно материть вообще да я тоже люблю это делать я думаю они подпездывают немного те кто говорят что 100 миллионов они сделали якобы на 20 тысячных охватов то есть представим я верю что метрошина сделала 100 лямов потому что у нее но она серьезно как бы у нее 3 миллиона у нее огромный аудитория у нее даже не сто просто у меня есть инсайдерская информация что не 400 миллионов сделано ну да то есть вот в это я имею ввиду по поводу знаешь чего по поводу того что все немножко занижают реальность по охватам потому что на самом деле люди которые делают эти бабки они там коллаборируют люди просто общаются в тусовке там с огромным количеством миллионников причем миллионников лидеров мнений и там как бы преподносится это немножко не те охваты которые реально дают результат если сейчас типа возьмет чувак с двадцати тысячными охватами у него не получится сделать 100 миллионов там очень много нюансов и подводных камней но в то же время с 500 охватами можно сделать лям 2 3 но есть нюансы окей окей круто круто что ты честно все рассказываешь потому что я как не зайду в clubhouse не занят этом зарегался нет да я вчера первый эфир вел там там вообще какой-то трэш куча малолеток еще не знаю откуда эти люди кто эти люди у всех там шапки профиля там значит сделал 25 миллиона там за 300 охвата там с нуля до 50 лямов короче вообще какой-то трэш творится да я вот из-за этого думаю менять свою шапку профиля и в clubhouse и в институт потому что это как-то даже меня дико бесит сделал столько-то лямов сделал столько-то лямов вчера чувак прикольнул в clubhouse я такой сделал заголовок в био подпись типа встретились два еврея и многоточие там сначала такая чуть-чуть шапки вылазит типа начало анекдота у него такое био мне нравится больше чем моё био окей давай дальше вопрос тогда в итоге какие нужны параметры стартовые да для того чтобы сделать там миллион два три пять там соответственно вот своем блоге самое главное чтобы вот тут важнейшая вещь чтобы у аккаунта была направленная экспертность я делал запуски с пранкерами да типа миллионный пранкер миллионный аккаунт охваты нефиговые там от 50 тысяч выше но аудитория которая у пранкеров вот этот вот так скажем никого не хочется обижать но она не очень мягко говоря адекватная не очень платежеспособная не очень вообще тема да не адекватно воспринимать тематику инфобизнеса поэтому первично у блогера должна быть направленная экспертность второе чтобы сделать миллионный запуск это все-таки как правило битуби продукт ну то есть это либо образование получения профессии то есть продукт связанные в основном с деньгами с увеличением дохода например сложно продавать всякие бьюти продукты с чеком в 30 тысяч рублей если это не обучение специалистов да то есть когда бьюти специалистов выращивать чтобы они больше зарабатывали поэтому вот ключевое чтобы вот про аккаунт с минимальными вот эти вот все хвастаются этими сотыми охватами у меня например знаешь сколько охвата у меня охвата типа 160 просмотров stories мой рекорд вот у меня сейчас на этом инстаграме я зарабатываю больше ляма с инстаграма и это не инфобизнес как бы да очень важно чтобы был хороший чек и узкая экспертная направленность не так важно то есть массовость ну тут принципе логично то есть если у тебя условно ну по формуле прибыли да там маленькое количество касаний то есть охвата у тебя просто высокий средний чек либо лтв либо там вот такие параметры да да согласен окей то есть получается чтобы зарабатывать миллионы нужен соответственно акцент да то на тематике блога то есть эксперт вот адекватная аудитория и там если у тебя маленькие охваты то большой средний чек в твоих услуг да 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 вот это очень важно окей можешь поделиться каким-нибудь интересным кейсом там как пример там как вот ты делал где-то что-то ну в декабре мы сделали 35 лямов где-то с 30 тысячных охватов будем скажем прямо да из нового соответственно мы раньше работали по модели комбинированных запусков то есть я это в мае типа такое придумал когда мы сделали первый запуск тоже на 14 миллионов рублей не супер много не супер мало но для меня тогда был такой прецедент что результат очень высокий я так я тогда делал по комбинированным запускам я сам это придумал то есть знаешь что в инфобизнесе есть как бы не так много элементов которые можно внедрить то есть ты запускаешь в любом случае бесплатник бесплатник это либо видеоворонка либо вебинар либо марафон ну в принципе все там как бы особо ничего не придумаешь я подумал почему кто-то там продает через марафонские продажи кто-то продает через веб кто-то через из видеоворонки в телеге и так далее. Я подумал, почему бы за один запуск не сделать все вообще. Все есть инструменты, которые я пытался засунуть и назвал это комбинированный запуск, когда в один запуск вставляем вообще все в окно продаж. Допустим, прогресс сделали, потом ранний early birth, такая фишка американская, типа минимальной цене, one-time offer, прогнали, денег срубили. Потом марафон проводим, марафон прогнали, еще денег срубили. Каждая такая итерация давала нам 4, 5, 6 миллионов. Это в один запуск все схлопывалось, и поэтому получался неплохой чек. И вот я так делал три запуска, вроде было неплохо, там 4, потом 21. Потом я прошел обучение у Марии Афониной, у нее узнал такую фишку, как модель неких закрытых презентаций, она это назвала. То, что продажи очень не такие, купи, 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 там всякие манипуляции со скидками, веб, автовеб, там супер всех инструментов, а ты больше акцентируешь внимание на прогреве, в прогреве ты путешествуешь в прошлое, в будущее, в настоящее, даешь интересные фишки по методологии своей, раскрываешь ее, проводишь некое реалити с собой, она это раскрыла, мне очень понравились эти экспертные модные крошки. И потом ты просто делаешь модель закрытых презентаций, когда принцип Apple, когда все приходят на презентацию Apple, все знают, что там будет продаваться новый Айфон. Никто, никого не обламывает, что там «У, продажи, я не пойду на презентацию Apple», типа, или не буду ее смотреть на YouTube. У нее это круто, но обучение раскрылось, и я решил тоже протестить. То есть, и самая важная фишка в таких запусках – это максимально быстро закрыть окно продаж. То есть, идеально, если ты сделаешь так, что ты, типа, проведешь там трехдневный марафон, первый контент, второй контент, третий контент плюс продажка, и прямо в эти вечеры скажешь, что мест нету, типа, все, типа, тысячи мест было, и все раскупили. Это идеально. Тогда второй поток, ты можешь удвоиться, потому что люди будут думать, если еще у тебя курс дорогой, типа, под 50 тысяч, и ты сделал тысячу продаж за три часа продаж, условно, это для внешнего человека, который вообще не собирался покупать, это ему взрывает голову. Ну, потому что, блин, за 50 тысяч, и все раскупили за вечер, что за хрень. Но здесь важно не манипулировать, то есть, чтобы это не было манипулятивными продажами, что это обманывать, это все не сработает. То есть, люди реально должны эту тему, как бы, раскупить, если у вас 500 мест, чтобы 500 мест раскупили. И вот по такой модели закрытой презентации мы попробовали, сделали, вот, видишь, чуть больше, 35 миллионов. Мне она понравилась, внедрили, как бы, все инструменты, которые сейчас там так напопулярны, это телеграм-канал ставить, начали там кругляшки, воронки в виде кругляшков такие небольшие. И в этом запуске заморочились реально отделом продаж. Я раньше всегда думал, что главный отдел продаж это продающий блог на вебинаре. А тут мы прямо трехуровневый отдел продаж сделали. Отдел писарей у нас были, это те, кто писали во всех инструментах, в гит-курсе, в бот-хелпе, в живо-сайте. В продаже через переписки, в директе. Второй у нас, это там пять человек было. Второй отдел, это был отдел звонари, они звонили по входящим заявкам в гит-курсе уже. Этот отдел продаж разделялся на 4 плюс 1, там один человек занимался апселлами, то есть он звонил по первому, второму тарифу, его задача была тупо апселлить, и он там мотивацию только за апселлы получал. А четверо звонили по заявкам в гит-курсе. И третий отдел, это пять человек, они уже, мы интегрировали там «Мама гит-курс Бизон», и звонили просто по участникам, кто был все три дня вебинара и не оставил заказ. Ну, то есть, получается, если делать вывод, значит, то, что я услышал, ты, получается, выжимаешь все с помощью различных, там, инструментов, типа, там, Tripwire, Early Birds, марафоны. Это раньше было, раньше было тогда. Да. Потом, значит, ты предлагаешь делать формат не продающего вебинара, где, типа, когда в конце случаются продажи, и люди, типа, такие, блин, опять продажи, пойдем-ка мы, да? Да. Вот. А получается, люди изначально понимают, что будут продажи, и они этого ждут, и нормально к этому относятся, потому что это и называется... Они даже этим восхищаются немножко. Окей, окей. Круто, да. Интересно. Хорошо. Такой вопрос. Предположим, мне интересно сделать с тобой запуск. Да, то есть, вот, у меня есть аудитория, у меня есть там продукты, инфопродукты. Как с тобой начать сотрудничать, там, как это все будет происходить, сколько это стоит, там, да, вот, как вообще все это будет? У нас цены открыты на сайте, соответственно, ланч у нас базовый стоит, он в долларах, там, я живу в Испании, потому что там в районе 300 тысяч рублей, если в рублях, он там немножко меняется. В это входит обслуживание эксперта, 13 человек в команде, project manager, руководитель проекта и полный комплекс get-курс, упаковка, автоматизация, боты, воронки, трафик с Facebook, прогрев в Instagram. все входит, в общем, даже входит один менеджер по продажам, сейчас чуть попозже объясню, почему один, и, соответственно, дополнительно нужен бюджет на трафик, 100 тысяч рублей у нас по договору, 20 тысяч на сервисы, get-курс, там, bothealth, SMS-центр, и все, и, в принципе, заключаем договор, у нас три недели с момента оплаты до запуска мы гарантируем. Опять же, мы не гарантируем, я не хочу от неоправданных ожиданий, чтобы мы не гарантируем людям окупаемость, там, типа, ROI 300%, мы гарантируем, что по бизнес-процессам приведем людей на ваш бесплатник. Как вы будете вести себя перед камерой, то есть, есть у вас опыт онлайн-продаж, массовых продаж, нет, то есть, естественно, по максимуму вас подготовим, дадим обратную связь, сделаем продающие презентации, некие тропы, посту слайда, чтобы вы никуда там не свернули. После веба мы дадим обратную связь тоже, то есть, адекватно. У нас есть чек-листы, по которым мы оцениваем эксперта, что было не так. Ну, и у нас даже, в принципе, конфликта на этой почве нет, потому что эксперт после веба сам понимает, блин, я вот здесь не там сделал, вот здесь не дожал, там, там не дожал. Вот. Не входит, соответственно, в эти 300 тысяч продакшн, съемка и продакшн курсы, мы не занимаемся этим. Не входит, типа, серьезный такой отдел продаж, там если вы хотите 15 человек, чтобы у вас работала, там это отдельная услуга, там она оплачивается отдельно, и не входит в фотосессию, естественно, эксперт должен предоставить классные студийные фотки для упаковки. А сайты входят, там сайты? Да, сайты, конечно, все входит, сайты бесплатника, сайты основного продукта, сайты специального оффера, сайты, где нарезанный контент есть там специальный, все это входит, естественно. Окей, по твоему опыту, кто у тебя идеальный клиент? То есть, ты как бы, условно, условия свои обозначил, кто у тебя идеальный клиент, с которым у тебя там 90% случаев успеха, да, Офигенный вопрос, офигенный вопрос. Сейчас очень много у нас заявок, там около 50 сейчас в продюсерском центре, даже без рекламы, и куча вообще неадекватных людей, которые неадекватно принимают в бизнес, что это легкие деньги. Идеальный клиент, это человек, который имеет уникальную методологическую образовательную программу, это прям самое главное. Меня бесит, когда приходит эксперт, у меня там была женщина, она занималась прокачкой мышц тазового дна, это там женская область такая. И она мне говорила, типа, Павел, накидай там программу, какую мы будем, типа, качать, да, и я говорю, я даже не понимаю, что это такое, но как я должен накидать программу, у тебя даже такого нету. Да, да, то есть, как это вообще, поэтому для меня первично, чтобы у эксперта была уникальная образовательная методологическая программа, именно методологическая по пунктам, чтобы она брала человека с улицы, мотивированного, и там начинала ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, результат. Это первично. Второе, это его не надо пинать с точки зрения личного бренда, то есть, он сам пишет посты, генерирует контент, снимает сториз, то есть, не должно быть, что снимите сториз, снимите сториз, он такой, ой, я занят, я не хочу там, и так далее. У него, он должен как-то, ну, вот генерирует контент, я уже сказал это в Инстаграме, то есть, именно такой образовательный, узкотематический контент, когда это статьи какие-то такие полезные, то есть, вот он их пишет, прямо вот это ему в кайф, чтобы он не думал, что он это сделегирует, типа, он 20 лет в опыте, но писать статьи я не буду, пусть напишет за меня копирайтер, который 20 минут в моей теме, такого не будет. Вот, в принципе, вот это для меня самое, ну, и, конечно же, если у него есть уже аудитория, хотя бы там, типа, TH10 в социальных сетях, она узкотематическая, и они его фанаты. Не обязательно много, даже там 3-4 тысячи, то есть, я первый свой запуск, про 750, там, полтора миллиона, мы сделали на трехтысячной аудитории. Нормально вполне, поэтому не обязательно много, даже не миллионный блогер, короче. Понял. Какие-то есть предпочтения по тематикам, не знаю, с какими тематиками ты вот вообще не работаешь? Ну да, я хотел сказать, есть антипредпочтение, это эзотерика для меня. Со всей эзотерикой не работаешь? Ну, просто сам не верю, не совсем не верю в это. Если там что-то, эзотерика, конечно, она совсем разная бывает, но совсем космос, там гипнозы, вот эту я не очень верю тему. Ну, гипнозы – это же психология. Ну, вот то, что у меня были лиды гипнотизера, это немножко вообще какие-то были манипуляции, там, я, это, нет. В общем, я не делаю продукты, которые я сам не верю. Например, там, с недавнего времени, это всякие секс-ниши, там, курсы миньета, курсы орального, вот это все я тоже не делаю. Ну, это с недавнего времени, раньше делал, и мне было нормально, в принципе. Вот. Вот, скорее, вот, ну, если из нормальных продуктов, но всякий шлак, это мы не обсуждаем. Ну, а если, например, там, какая-нибудь там инвестиция, финансы, биткоины, там, сетевуха, вот это тоже? Сетевуха нет, инвестиции, у меня был опыт, там не супер много сделали, там, порядка миллиона рублей. Ну, инвестиции – сложная тема, я ее, скорее, даже не возьму, потому что уровень энергозатрат будет, может быть, выше, чем деньги. Ну, если там прям... Угу. А какие, по твоему опыту, самые прибыльные ниши? Это ниши, связанные с заработком, конечно же. Ну, то есть, все там, что... Ну, а как же тогда вот эти инвестиции, ты говоришь, типа, не пошли, маленький запуск был? Ну, потому что инвестиции не совсем связаны... Инвестиции требуют на старт капитала все-таки какого-то, образования, то есть, это там, если человек со 100 тысяч рублей зайдет в инвестиции, он там особо ни хрена не заработает, потому что, ну, либо он в высокорисковых инвестициях, которые не совсем адекватны. Там, типа, биток может там скакать так как-то, но это не совсем серьезные инвестиции, которые могут в благосрочной перспективе дать тебе стабильные деньги. Вот, поэтому инвестиции... Ну, нет, инвестиции я не назвал... Я же сказал, я их запускал, но скорее сложная просто ниша. Цена леда будет тут в районе там 500, 600, 700 рублей. То есть, в этом плане. Вот, например, представь, если мы сейчас с тобой запустим курс с таким креативом, ты в Инстаграме его увидишь, я, допустим, беру телефон такой, и, ребят, всем привет! Я в Клабхаусе за два дня набрал 100 тысяч подписчиков и зарабатываю на этом крутые деньги. Хочешь научиться разбираться в Клабхаусе, делай свой верх, израбатывай. У тебя леды будут по 10 рублей, по 8 рублей. Понимаешь? Ну да, я понял, что тема горячая либо тема такая, типа, ну, непонятная людям. Когда TikTok только еще был, я знал ребят, которые сделали запуск в TikTok, и у них было 50 тысяч ледов в боте с TikTok. Это вообще, ну, то есть, я там больше 10 тысяч. Они рекламировали с TikTok, получается? Не, они блогеры TikTok, по 5 миллионов. И они скили в бот, сконвертили 50 тысяч. Ну, это пипец. И что-то такое можно делать сейчас с Клабхаусом. То есть, самые сейчас денежные... Вот, надо всегда ловить тренды. Конечно же. То есть, понятно, что если ты будешь обучать сейчас рекламе в газете для предпринимателей, типа, бизнес-продукт, то это сейчас тяжело зайдет. Для бизнеса, для блогеров, для всех. То есть, там, я вчера, у нас был прямой эфир на тему способа монетизации в Клабхаусе. Прямо в Клабхаусе он был. И мы там такие. Можно, типа, быть рекламным брокером, модератором, который со всеми договаривается и добавляет тебя в эфир за деньги. Можно быть чуваком, который сидит на этих взаимных подписках за тебя, ты ему логин скидываешь, он там сидит. Можно проводить вебы прямо в Клабхаусе. Допустим, 19 номер также назначать. Вот мы сейчас будем тестировать это на следующей неделе. Вебы с Клабхауса и продажка там сразу на ссылку в био, в Инстаграм и попробовать хочу эту модель. Слушай, ну, по идее, да, потому что, ну, почему бы это не монетизировать, если там, по сути, все равно та же самая монетизация, как в Инстаграм, за платы, за людей. То есть, где есть люди, там есть деньги. Да, ну, вот сегодня, получается, предлагали мне за 6 тысяч подписчиков у человека 5 тысяч стоит реклама в Клабхаусе у нее. Ну, типа, что ты там полтора часа поговорил, да, она там, ну, не гарантирует, говорит, я не знаю, там сколько придет, но там примерно 10%. То есть, условно, у тебя на эфире будет 600 человек. Прикинь, ты 600 человек на эфире покупаешь за 5 тысяч рублей. А теперь, давай, допустим, представим, что мы это все декомпозируем до Фейсбука, допустим, чтобы у тебя 600 было в пике, это должно зайти там 1200. Это значит, там у тебя, допустим, доходимость там 40-50%, допустим, супервысокая, мы представим. Ты должен сделать 2400 лидов, чтобы нагнать такую ораву в пик, в Бизон, да? Да, да. И средний лид, допустим, 50-100 рублей, это где-то 24 тысячи. То есть, Клабхаус сейчас дешевле в 5 раз. Ну, пока для... Причем, причем аудитория это абсолютно адекватная, осознанная и с айфонами. Очень крутая там аудитория, да. Я вчера, даже незнакомые люди заходили, и они такие классные вопросы задавали, я прям офигел. Я даже боялся подключать человек. То есть, нет вот этого трэша, который, знаешь, там, типа, собрал там тысячу заявок, из тысячи заявок там дошло 300 из 300, которых там, ну, адекватных там, потому что остальные это какие-то непонятные люди с вообще невозможностью ничего купить и с недоверием жестким. Да. Да, согласен, да. Ну, там, наверное, просто другие триггеры продаж там работают, и вот надо понять, какие там все-таки вебинарные там продажи, если ты стандартно по вебинарным пойдешь, мне кажется, там не зайдет. Ну, да, могут захейтить. Да, да, да. Слушай, я вот по поводу Клабхауза тоже, вот, я там наблюдаю за своими знакомыми, они за две недели, даже меньше, за неделю сделали там кто-то 5, 10, 15, 20 тысяч подписчиков. Я охренел просто. Как они это делают, спроси у них. Ну, просто в комнаты заходят, то есть, ну, как бы, в принципе, я тоже так сейчас буду делать, и меня уже приглашают там некоторые комнаты, просто нужно, чтобы тебя знали, ну, лично. То есть, там договариваешься с ребятами, они тебя приглашают, ну, там, что-то рассказать, либо как со-модератор, либо как просто гость, там, ответить на вопросы, вот, и по сути, когда ты отвечаешь на вопросы, на аудиторию, там, 2-3-5 тысяч человек, которые тебя слушают, тебе же никто не мешает сказать, типа, ребята, кому понравился я, пожалуйста, подписывайтесь, все, они бамс там нажали, и сразу на тебя подписались. Вот так оно и происходит. Просто я вчера, вчера подключился чел в эфир, и он мне сказал, что таким образом, ты, получается, таким масс-фоллоуингом, условно, клаб-хаус. Ну, да, да, ну, как гивэвэй, да. Ты сбиваешь себе релевантную аудиторию, то есть, условно, не нужно же ты миллион подписчиков, чтобы зарабатывать миллион. Тебе нужно, по сути, там, может быть... Слушай, ну, смотри, ведь ты же не во все комнаты будешь, ну, вступать. То есть, вступайте, которые тематически твои, то есть... Ну, вот, да, если вот такие, то это, да, это круто. Вот именно там маркетинговые, Просто, в принципе, это будет и странно, если ты придешь, скажем, в комнату про инвестиции, да, будучи маркетологом, да, там, или, например, я приду в комнату про секс, там, рассказываю, типа там, ну, то есть, как бы, при чем тут я и при чем тут там тема, не знаю, там, секса, либо там, здоровья. Я про маркетинг. И, как бы, я когда ищу тематические комнаты, типа, тренды маркетинга, там, запуски... А где ты их ищешь, расскажи. Слушай, у меня просто очень много знакомых из инфобизнеса, и, как бы, ну, в контактах, они же у меня есть, как бы, в которых они участвуют. То есть, это, как бы, ну, сам алгоритм Clubhouse подразумевает, что тебе показываются те комнаты людей, на которые ты подписываешься. А ты, грубо говоря, заходишь, отключаешь микрофон и сворачиваешь приложение? Я вхожу и нажимаю этот, там, типа, кнопка пятюня, да, типа, я хочу сказать слово. Да, да, я знаю. Вот. Ну, иногда везет, иногда нет, да, то есть, ну, по возможностям там, можно что-то сказать. Вот. Либо же заранее договариваешься о том, чтобы, там, ты был модератором либо со-модератором, чтобы, там, чтобы тебе дали слово. Как бы, ну, чисто инсайдерская информация, пока это бесплатно ребята делают, чисто, вот, ну, типа, за спасибо, за аудиторию. Дальше, я уверен, за это будут деньги, потому что, скажем, я подписан, ну, да, я сейчас подписан, ну, не сейчас, я, как бы, вообще подписан на этого, на Ткачук, и у него, там, 30 тысяч подписчиков, ему уже, там, предлагают, там, 50-100 тысяч рублей, чтобы, там, ну, поэтому, вот, честно, я, вообще, дико рад, что появился Clubhouse, потому что, я все смотрел на TikTok, думаю, блядь, заходить, не заходить. Да, я такой же, такой же. Думаю, ну, блядь, все же там, сейчас мы запуски делают, там, миллионы подписчиков, там, пиздец, там, вообще, там, взрывают, я думаю, ну, блядь, не моя тема, ну, не люблю я, знаешь, вот, дебилом, я даже в сторис не веду, вот, у меня именно по этому сторис тоже охваты маленькие, потому что я терпеть не могу сторис, я пост написать, какой-нибудь качественный, да, пожалуйста, да, ну, вот, какой-нибудь там, какую-то хуйню вытворять на сторис, вообще не моя тема, я вот, я дико рад, что появился Clubhouse, потому что, я вот сегодня проводил эфир, да, там, было немного людей, меня чисто пригласили, там, ну, попросили, там было, по-моему, 50-100 человек, но, блин, там были нормальные вопросы, меня слушали, да, там, не было какого-то бреда, не было какого-то, ну, неадеквата, то есть все, как бы, чуваки нормальные, там, ну, адекватные вопросы, хорошие, да, там, хорошая обратная связь, поэтому, блин, Clubhouse, вообще тема крутая, но я очень боюсь того, что я ничего против пользователя Android не имею, но мне кажется, что все-таки наличие айфона, это своего рода такой, значит, фильтр социальный, потому что, ну, как бы, опять же, не хочу никого обидеть, ребят, то есть, возможно, вы там пользуетесь, там, андроидом зарабатываете даже больше меня, там, и больше, там, Павла, да, но просто мне кажется, что 90% людей, которые покупают Android-систему, у них телефоны, типа, а-ля Мейзу за 3000 рублей. Ну, да, они, да, не подправдоспособны аудитория. Вот, поэтому, крутая тема Clubhouse, да, поддерживаю, в принципе, там, тема с запуском в Clubhouse, там, в смысле, про Clubhouse вообще крутая, да, согласен. Давай, может быть, пользуясь случаем, мы сделаем тест в Clubhouse, купим аудиторию, и потом с тобой в Clubhouse проведем прямой эфир с разбором теста и показателей. Давай, круто, я буду рад. Вот, и замутим. Может быть, мы с тобой скинемся и купим, например, у какого-нибудь богатого, ну, большого модера, вдвоем, там, по десятке скинемся за 20 тысяч, и купим у него комнату, и проведем эфир на эту тему, разборки есть, продажки с Clubhouse. Блин, а ведь можно же реально, зачем платить одному за коллаборацию? Предположим, у Ткачука это будет стоить за 100 тысяч, почему бы не набрать реально 10 модераторов, по 10 тысяч рублей скинулся? Я так и планирую, да, это делать. Я даже 10 человек спокойно найду, своих там даже экспертов, кого-нибудь подтяну, и все. Ну, слушай, у меня просто тоже среди клиентов большие такие ребята, там, значит, есть Милованов, который сейчас там качают по продажам, это такое, у Колова по продажам, потом по маркетингу тоже ребята классные есть. Ну, в общем, можно это все нарулить, да, крутая тема будет. Ну вот, давай-давай сделаем. Да, круто. Так, там в комментариях обиделись все-таки на Android, я же сказал, не все, я говорю, 90% вы входите в 10%, у которых телефон дороже iPhone, оставшиеся 90% люди, у которых дешевле iPhone, ну, точнее, телефон дешевле iPhone. Вот. Дальше, давай по поводу запросов. Давай, да. Слышал ли ты что-то про гибридные запуски, про которые рассказывает Аксель? Неа. Что это? Тоже сам не знаю, думал ты знать. Я вообще, Аксель не очень фанат и Акселя, потому что они банальные штуки обычно преподносят, как вообще ёпстуды, такая фишка там. Потом, я раньше, там, года два назад. Ну и кто-нибудь из комментариев, если знает, напишите, пожалуйста, мне тоже интересно, что это такое. Гибридные запуски. Они меня просто звали и ханяли к себе директора по маркетингу, вот, что-то мы не договорились по условиям. В итоге, ну, вообще, на самом деле, интересный кейс по поводу Акселя, потому что, ну, возможно, я не прав, но у них, по-моему, одна и та же реклама крутилась год с Портнягином. Вот это, они вообще даже не меняли воронку, не меняли рекламу, уехали на Бали, там, пить сок и зарабатывать бабки. В итоге, в один момент проснулись и такие, блядь, нас скиллбокс перегнал, а потом вообще там продажи ниже, 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 причем я, ну, созванивался с этим, путаюсь все время, Юрченко и Капусин, который, ну, вот на Бали сейчас живет, Юрченко же, да? Юрченко, ну, который немножко странный, да, как монар. Да, я вот с ним созванивался и он такой, типа, блядь, я в скиллбокс, говорит, вообще не верил, думал, что за шляпа, херня какая-то, вот, а потом проснулся, они меня перегнали, вот, у нас сейчас там, типа, задача вернуть хотя бы те обороты, которые у нас были, у нас вообще там гигантские планы, все там, хотим там, опять там нагнуть рынок, типа, нам нужны специалисты крутые, вот, в итоге я им высылаю офферы, они что-то такие, типа, а что так много? Хотя, в принципе, ценник нормальный был. Ну, в общем, как-то так у меня с ними, ну, вообще он крутой чувак, то есть, я когда с ним общался, меня немножко даже потряхивал, в общем, энергетика такая, типа, мощная, крутая, вот, а так, как бы, что-то, к сожалению, не поработали, был бы крутой, прикольный кейс у меня, ну, в этом портфолио. Ну, получается, директор по маркетингу, это ответственность за все трафик системы в компании, да, там, которые будут? Да, да, но просто у меня, не знаю, то ли потому, что я не работал до этого с тобой, то ли потому, что, не знаю, там, я не умею, у меня вот запуски на мои инфопродукты, ну, так, что прям зарабатывать там миллион, десятки миллионов, у меня такого не было. Ну, да, там, миллион, полтора я зарабатывал, скажем, с запуска, да, но уж прям там 5-10-15-20, такого не было. Поэтому у меня основная экспертиза, с которой я зарабатываю, да, это вот ведение проектов, я могу вести как бы как маркетолог, то есть только этот проект, скажем, как Тони Робинс, я вел там три года проект, вот, там, причем нормально платили, там было ЗП плюс процент продаж, там 500-700 штук выходило, вот. Либо там, скажем, как у Аяза, директор по маркетингу, у него тоже был, плюс еще методист, помогал ему курсы разрабатывать, плюс этот, вел свой проект, обучающийся Аяза, вот, тоже там нормально выходило. А так, сейчас я, там, беру, либо, ну, аудиты делаю проектов, то есть там, подположим, есть, вот, недавно ко мне зашел чувак, у него компания с окнами, продажи, точнее, двери, двери продажи, вот. Я ему делаю этот, картирование, то есть карту, пути клиента, там, какие каналы коммуникации использовать, какие триггеры, то есть, как работать с психологией клиента, с психологией продаж, и, там, как ему увеличить оборот за счет, вот, правильного донесения информации, правильного взаимодействия с клиентом, да, и причем автоворонки там тоже присутствуют. Вот у меня аудиты есть, и ведение проектов я беру, то есть я могу там, скажем, два-три проекта вести одновременно, помогать там, консультировать, трекить, да, там, и, там, где-то, ну, что-то, что-то подкрутить, подвертеть, при этом я руками не делаю, делают руками команды заказчика, то есть я получается такой, как бы, внешний, какой средний чек такого аудита, у меня просто много вообще народу пишет про традиционный бизнес, но я всем отвечаю, что я традиционным, ну, типа, двери-окна я уже вообще не занимаюсь, да? Ну, в принципе, у меня тоже, ну, как бы, основной этот экспертность, это инфобизнес, мероприятия, ивенты, спикеры, личный бренд, но ко мне просто иногда обращаются компании, я, как бы, помню, адекватные ребята, этот крутой бизнес большой, с оборотами, ну, такой аудит у меня стоит от 150, то есть, как бы, вот я на месяц его делаю, то есть, две недели собираю информацию, и две недели все это, как бы, привожу в такой большой PDF-файл, там, 50-60 слайдов, а потом презентую, объясняю, как бы, что там, по полочкам, вот, и введение проекта тоже от 150, вот, там, тоже разные ниши абсолютно, ну, конечно, самые-таки трешовые я не беру, тоже, как и ты, часто обращаются психологи, сейчас пипец, вообще психологов очень много, да, у меня пока не попадались адекватные, нет, есть хорошие, я работал, то есть, вот, недавно проводил мастер-класс у Полины Большаковой, вообще крутая женщина, очень крутая, они мне и за выступление заплатили, я 8 часов им рассказывал на аудиторию ее клиентов, про маркетинг, вот, у нее аудитория психологов тоже, да, 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 вот, и они мне в конце выступления подарили, там, большую корзину фруктов, поблагодарили, то есть, как бы, такие очень классные, благодарные люди, мне очень понравилось, вот, и до этого тоже, там, были интересные такие психологи, Ярослав Самойлов меня к себе взял, к сожалению, что-то им не понравилось, видимо, потому что я слишком такой, не знаю, слишком яркий для них, слишком такой, харизматичный, им больше, мне кажется, такой нужен, более спокойной системы, чувак, вот, ну, в общем, психологов очень много, и самая качающая ниша, это психология, вот, я со многими общался, там, Павел Раков, пипец там зарабатывает, Самойлов тоже, вообще, Самойлов, как он говорит, вот, мы с командой созванивались, он, типа, лидер рынка инфобизнеса, то есть, типа, больше него никто не зарабатывает. Это который у Портнягина был на интервью? Не знаю, был ли он у Портнягина, но такой лысый, типа, чувак. Да, 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 вот, вот, как он говорит, у него порядка миллиона долларов в месяц, как бы, он делает. То есть, это пипец вообще просто. Вот. По поводу эзотерики, ну, я просто сам занимаюсь эзотерикой, ну, как, типа, я не гадаю там на кофейной гуще, но я изучаю энергию, Тони Робинс уже иногда про это рассказывал, да, когда я ездил на его семинары, там, в Лондон, в Сингапур, в Майами. Я, в принципе, не против. Я, в принципе, не против, если она экологичная, да, то есть, как ты сказал, то есть, если она там, как бы, если человек действительно в этом разбирается, если я чувствую, что этот продукт хороший, я бы сам его купил, как ты сказал, да, я тоже иногда работаю. Ну, Тони Робинс для меня, это не совсем эзотерика, это, это... Но он этим пользуется, он пользуется. Ты неправильно понял, когда я сказал, что я не беру эзотерику. Я не беру эзотерику, когда, типа, у нас есть какой-нибудь шар, над которым мы сидим, колдуем. Ну, это да, это да. Вот я такое не беру, когда мы там спрашиваем у космоса, значит, что нам ответит космос, космос отвечает, идем налево. Вот это я не... А там, типа, энергораскачки, у нас, у меня сейчас есть такие проекты по энерго... по энергопрактике, по отношениям, по... Это все, конечно, приветствует род, работа с родом, там, так далее. Ну, да, да, потому что темно, они реально рабочие. Я сам тоже там хожу, занимаюсь там с психологами, с этими, с энерго-коучами. Окей. Что ты можешь посоветовать, там, почитать, поизучать, если люди хотят этим, не с точки зрения коуча подойти к тебе, да, с точки зрения, как бы, ну, поработать. То есть, ну, как бы вот в этой теме, там, запусков. То есть, они хотят стать вот этими продюсерами запусков, или, там, поработать в этой нише. Как туда прийти, сколько там можно зарабатывать, и что нужно изучить для этого? А чтобы стать продюсером? Да. Ну, прийти туда надо, наверное, с базовых знаний диджитал-маркетинга и управления удаленными командами. Это первичная вообще модель. А сколько можно зарабатывать, можно вообще, я не знаю, Мария Афонина, она же тоже продюсер, она же сделала 100 лямов. Ну, она как бы сделала в качестве эксперта, ладно, но я думаю, ну, короче, продюсер может зарабатывать, я думаю, 10-20 миллионов спокойно. Если вы продюсер ноу-нейм, наверное, следующий у тебя будет вопрос, что делать? То есть, у вас есть базовое понимание интернет-маркетинга, что такое, лиды, декомпозиции, автоворонки, примерно, как это работает. Но не хватает, как бы, вы не понимаете, как находить клиентов, и, как правило, все рушатся на том, что все посредственные продюсеры в том плане, я сам себя иногда на этом отлавливаю, что не глупого копают эксперты, берут первого попавшегося эксперта, берут эксперты... Конверт, типа, делают такой, да. Берут эксперта с непроверенной методологией. Я бы, будучи начинающим продюсером, вот мне так повезло, у меня просто, типа, с первого проекта у меня был эксперт такой, как бы, которого не надо было проверять, да? У него уже были кейсы, студенты, уникальная методология, спрос, как бы, в Москве на его живые услуги оффлайн. Поэтому я бы искал, искал своего такого эксперта, не супер раскрученного, но которого я бы сделал звездой, который, вот, который критерий я до этого описывал, по нему подходил. Слушай, очень круто, что ты это сказал, просто у меня был похожий кейс, вот я два года назад начал заниматься вокалом с одной женщиной, вот ее зовут Наталья Сидорцова, она певица-актриса, там, поет в мюзиклах, в Америке обучалась, в голосе участвовала, вот, я ходил к ней, занимался вокалом год, вот, и я настолько проникся, как она вот работает с учениками, насколько она крутой эксперт, что я ей в итоге предлагаю, слушай, Наташа, давай сделаем онлайн-школу по вокалу. Она такая сначала, типа, нет, это фигня, я в это не верю, я ей через два месяца приношу цифры своего запуска в маркетинге, типа, вот, 800 тысяч сделал за месяц, она такая, нифига себе, давай делать. Дала мне деньги минимальные, мы, как бы, все это сделали на коленке, то есть, как бы, я там один, все это там, и сайты, и воронки, все это сделал, и мы сделали 800 тысяч со 100 тысяч трафика, потом мы сделали 700 тысяч с 70 тысяч трафика, потом мы привлекли инвестора, он нам 5 лимонов дал, мы сейчас вот активно развиваем этот проект уже два года, и в итоге с нуля до 2 миллионов я довел этот проект, сейчас вот хочу долю свою продать, может, кому интересно, пишите, да, у меня 20% доли, вот, соответственно, тоже такой кейс интересный, то есть, там ежемесячная оборотка 2 миллиона, да? Да, то есть, продюсер зарабатывает не только с продаж, он еще может зарабатывать с выхода доли, с продажа, то есть, вот, как бы, тоже такой интересный момент, да, вот, для людей, потому что мало кто об этом говорит, то есть, если вы, скажем, с продюсером на старте договариваете, точнее, с экспертом на старте договариваетесь, что у вас там какой-то процент доли есть, ее, ну, фиксируете документально, то кто вам мешает через год-два ее продать, когда уже проект, как бы, на ноги встал и зарабатывает? А как вы оформились с ней? О! Ага, а, ты прям в акционерном обществе? Да, да, да. И как она будет относиться к продаже доли? Слушай, мы с ней обоговорили, все окей, просто я сказал, что, ну, все, что я мог сделать, я сделал, там уже все работает без меня, то есть, трафик крутится, воронки вертятся, сайты готовы, все готово, как бы, ну, по сути, просто возьмем. Она сама у тебя не хочет выкупить долю? У нее и так 60%, куда еще больше. То есть, ну, как бы, мне кажется, ну, как бы, мы обсуждали, да, вот, выход мой, и я хочу сейчас привлечь человека, который, выкупив мою долю, даст еще деньги, вольет в компанию. То есть, как бы, в этом смысл, то есть, чтобы компания еще выросла. А сколько там надо еще валивать? Ну, смотри, чтобы, условно, там, с двух миллионов до десяти выйти, то, вот, мы сейчас тратим ежемесячно порядка 300-500 тысяч на трафик. Ну, в некоторых месяцах было 700. Чтобы мы выросли в два раза, ну, как бы, мотиватика очевидная, нужно валивать полтора-два ляма в трафик. А чтобы валивать полтора-два ляма в трафик, это нужно хотя бы в течение года иметь 20-30 лямов. Вот, вот, соответственно, ну, если человек приходит и выкупает мою долю, долю инвестора первого, да, то, и валивает 30 лямов, то, ну, чисто гипотетически, да, там, при самых худших вариантах, проект вырастает в два-три раза, там, через полгода, через год. А курс отснят уже, в всем продуктам? Да, конечно. Он не скопированный на сладчу ездит? Не, 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 мы активно за этим следим, у нас отдельный юроотдел, который все это удаляет, жалуется, вот, то есть у нас все четко в этом плане, плюс очень хорошая продуктовая линейка, то есть там порядка 15 программ различных, там, на все случаи жизни по вокалу, там, и лизматика, современный вокал, фитнес-вокал, там, зажимы, психология вокала, то есть вообще очень крутые, сальфеджио даже есть, актерское мастерство, то есть по сути полноценный такой творческий университет, вот, и причем ниша очень мягкая, вот, я не знаю, как у тебя были такие ниши, но изначально у меня был страх, потому что, что это не пойдет, но мы попробовали, мы охренели, настолько большой спрос на эту тему, вообще просто пипец, вот, ну, как бы тоже кейсом поделился таким интересным. А почему ты не сделаешь коллаборацию, амбассадорство с блогером? Не, мы будем делать, просто, ну, как бы, как сказать, я как продюсер там уже отработал, то есть я не хочу, как бы, просто сидеть со своей долей, мне хочется идти дальше, помогать другим людям и запускать, как бы, другие проекты, может быть, даже свой, поэтому, ну, естественно, это нужно делать, это можно, и, ну, если там кому-то интересно в этот проект войти, да, там, это не для рекламы, просто там, вот, к слову пришлось, можете, как бы, мне написать, об обсудим, как бы, можете войти, пожалуйста, там, поработать. А скинь мне сайт основного продукта, я подумаю, у меня просто есть инвестор, который ищет проект на запуск с блогером, круто, круто, я, правда, блогера еще не нашел, но, слушай, эксперты все равно нужны, она крутой эксперт, он понимает, что у него даже в инстаграме галочка есть, то есть у нее официальная галочка инсты, а сколько у нее аудитория? 40 тысяч. Да интересно, с ней по-любому, мне кажется, легко будет запартнерить блогера и придумать инфотеймент. И ты в эфире готов раскрывать цифры или нет? Да, готов. Сколько это стоит? Ну, в смысле, выкуп доли? А, эти цифры нет, пишите в личку. Эти цифры нет. Цифры по проекту могу рассказать, вообще, не вопрос. Ну, мы поняли, примерно, что среднемесячная выручка 2 миллиона, соответственно, там ДРР, наверное, процентов 10 на данный момент. То есть, типа, что такое, что-что? доля рекламных расходов, в смысле, вы в рекламу как-то вкрылиете, тысяч 200 примерно. Да-да-да. Там все крутится из-за матрицы продуктов, 2 миллиона получается. Примерно там все понятно. С сильными экспертами в блогерских запусках, просто, если они еще будут жить в одном городе, она с Москвы? Да, Сергея у Посада. Ну, Москва с Сергеем. оторганизовать еще, что они какие-то вместе занимаются, показать до-после блогера. Надо просто найти блогера, который реально хотел бы запеть. Слушай, эта тема вообще очень популярна с развитием ТикТока. Все полезли там петь, на камеру выступать. Конечно, это интересно людям. Вот эти вот все продукты. Это прикольно. Прикольно. Может быть, что-нибудь придумаем. Да, спишемся тогда, да. Да, по этому проекту. Ну, ты напиши мне тогда в директ цифру хотя бы, чтобы понять, сколько это стоит. Да, хорошо, хорошо. Так, что еще хотим обсудить? Давай, да, мы начали по поводу, сколько кто может зарабатывать на продюсирование. Да, ну, соответственно, если взять одного эксперта сильного, это проект просто вести, 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 то доход может перманентно расти, если нормально развиваться и не прыгать. Если растить матрицу продуктов, наращивать трафик, объем, заморочиться в долгую в SEO, купить органики, делать органические страницы, писать статьи, там, тот же БМ, вот они органики все накачали там за весь свое время, миллион в месяц у них уже был просто в SEO. Поэтому, если в онлайн школы инфобиз заходите с серьезным подходом, ищите своего эксперта как жену или как мужа, что вы прямо были на одной волне. Я бы начинающим вот это рекомендовал. Ну вот, а если опытный продюсер, соответственно, ищите блогера и ищите своего уже миллионника. Такие две маленькие рекомендации. Так, а у тебя еще есть вопросы или отвечай на вопросы, ребят? которые... Да, можешь выбрать, не знаю, все ли у тебя отображаются, но у меня куча вопросов. Расскажи про свой запуск в маркетинге. Вот это, наверное, вопрос к тебе. Откуда брал трафик, как делал? Слушай, у меня, на самом деле, очень интересный кейс. Я думаю, всем будет интересен. Я, на самом деле, инфобизнесом начал заниматься, ну вот на себя, чисто, да, где-то года два назад только. Ну, два-три, я уж не помню, с датами плохо. Это когда я завершил проект Тони Роббинс. Вот мы олимпийский проект сделали, я подзаработал денег, причем так, ну, нормально, там, два миллиона где-то получилось, скопил. И я эти два миллиона вкидываю в свой инстаграм. То есть у меня тогда было три тысячи подписчиков, то есть у меня инстаграм еще был мертвый, и я эти два миллиона вкидываю просто в продвижение постов, публикаций. То есть просто в бустинг, кнопочка бусту, да. В смысле, просто кнопкой продвигать так просто? Да, да. И что, это работает? Ну, на тот момент это охеренно сработало, потому что я вот три месяца просто в кнопку продвигать всовывал деньги, и я писал только полезный контент. Я ничего не продавал. Я просто писал про то, что я знаю, ну, разделился экспертизой. И я набрал себе, там, ну, кучу подписоты. Ну, то есть реально там подписки шли по 10-15 рублей просто. Люди вообще толпами валили в инстаграм. Это какой год? Ну, два-три года назад получается. Это 18-й, да? Да. И, ну, вот когда Тони Робинс в Олимпийском выступал, я не помню, можете проверить, вот тогда я этим начал заниматься. Вот. И меня даже в Москве узнавали, прикинь, я вот такси заказываю, меня таксист узнает, говорит, я на тебя подписан. Я приезжаю на встречу с клиентом в каворкинг, мне говорят, Макс, это же ты, давай сфоткаемся. У меня даже есть эти сторис, я сохранил даже. Можете меня в хайлайте найти, подписчики, да, типа там фанаты. Вот. Я охреневал. Я себя чувствовал просто партнягином каким-то. Вот. И после того, как я три месяца вот это поделал, причем два миллиона я вкидывал не только в инстаграм, я и вконтакте вкидывал, в фейсбук, в телеграм, в ютуб. Вот. Я решил что-то продать. Я говорю, ребят, типа просто в сторис я делаю это предложение. Я говорю, ребят, у меня есть курс по маркетингу, где там 55 часов, 35 лекций, вообще все темы. Кому интересно, просто напишите мне в директ, либо заполните гугл-анкету. Я за сутки получил 600 заявок. Я охерел просто. Откуда вообще? И я, получается, 35 человек на первый запуск по 35 тысяч закрыл. То есть вот нулям заработал. Я просто, я был в шоке. А сколько у тебя подписчиков было или какие охваты были? Тогда у меня были охваты полторы-две тысячи. И подписчиков было где-то тысяч 20, может быть, где-то так. А сейчас сколько, я не запомнил. Сейчас сколько? Да. Сейчас охваты упали за то, что я потом в гивы повлазил. И сейчас, в принципе, инстаграм режет. Но в лучшие случаи, когда активно прям хорошо веду сторис, ну 4-5 тысяч, может быть, у меня сторис. И сейчас подписчиков 94 тысячи. Угу. Понял. Вот. И потом что делать? Допустим, сделали АММ? Ты реинвестировал деньги? Я реинв... Нет. Я их собрал себе. И я сделал еще 5 запусков на эту же аудиторию. То есть я ничего не делал. Просто я просто продавал, продавал, продавал. Я вот 5 запусков сделал. И я закончил не потому, что люди не покупали, а потому что я заебался вживую проводить. То есть как бы я просто думаю, бля, я устал. То есть каждый месяц я проводил вживую все занятия, общался с людьми. Но это было очень тяжело. В итоге я все это в записи перевел. Как бы и дальше просто ну сказал, ребят, все, я хочу отдохнуть. Мне тяжело реально. Как бы и потом просто люди покупали доступы к курсу. Ну, естественно, я дешевле поставил ценник. Ну, вот как бы такая тема у меня была. И пошло на спад постепенно. Да, потому что я, ну, как бы перестал этим заниматься. Там, ну, и в итоге ну, я сам подвыгорел. Серьезно, я очень устал тогда. То есть это очень тяжело. Ну, а ты использовал вообще бесплатники, вебинары, все эти штуки? Вообще нет. Вообще. Прими продажу. Вообще. У меня ни сайта, ни бесплатников, ни марафонов, нихуя не было. Просто люди, которые читали мой инстаграм, которые мне доверяли. Потому что у меня как бы фактор доверия очень высокий. То есть у меня есть большой опыт, у меня есть крутые кейсы, я классный контент пишу. Все, этого было вполне достаточно, чтобы люди продавали. Реально, правда. Я не шучу. Круто, круто. Крутой опыт. Да, да, да. Я думаю, мы ответили на вопрос. Да, да, да. То есть Тони выступал в 18-м году 1 сентября, мы все это помним. Павел, как вас найти. Ну, можно вверху перейти. И, наверное, Макс напишет еще, когда будет сам повтор эфира выкладывать. Да, мы запись выложим обязательно. То есть я там таймлайтные пропишу. И обязательно ссылочку на Павла дам, конечно же. А если свой продукт, то в какую Бенигу смотрел топ-3? Ты понимаешь, этот вопрос, что написано? Нишу, нишу. Нишу, наверное. Нишу. А, свой продукт, если бы я в Clubhouse смотрел, я уже сегодня это сказал. Вот прямо в этом месяце ждите, в ваших инстаграмах появится таргетированная реклама, которую я показал. Всем привет. Ты еще не в Clubhouse и не зарабатываешь. Я на этом уже сделал эту Lamborghini, я купил с помощью Clubhouse. Хочешь так же, делай свайп вверх, переходи по мой Телеграм-каналу и так далее. Осталось только купить Lamborghini. Не купить, в смысле? Они же в аренду берут, кто такие рекламы. Ну, в аренду. Хочешь, как и я, взять в аренду Lamborghini? Поэтому я советую всем всегда мониторить органические социальные сети, где можно продвигаться органически. Максимально, как только они появляются, начинать продвигаться, что-то делать и какие-то активности делать. И как только у вас есть первые прецеденты, первые результаты, масштабируйте результаты, а потом уже, если у вас реально есть успешный кейс, почему бы не сделать на этой теме обучение, потому что большинство ни хрена ничего не знает про эту тему. Слушай, по сути, я еще подумал, что Clubhouse это наш такой хороший аналог LinkedIn-а без всякого личного. Возможно, если, как там кто-то сказал в Clubhouse вчера или позавчера, пока туда не зашел Кавказ, там начинают говорить, пока, как ты сказал, Android, они не зашли. Все боятся, что в Clubhouse пройдет какой-то барагоз, где там будут люди прям творить, ну, обзываться, материться, что-то такое. Ну, слушай, Соловьева не пустили, Минаева заблокировали. У нас, знаешь, какой спор был из-за этого? Прямо один человек говорил, что это антицензура, блокировка Соловьева. Другие говорили, что так ему и надо. Он никого не пускает в телек на свои шоу, мы его не пустим в Clubhouse. У нас такая баталия была политическая ферва. Слушай, ну, Соловьева, понятно, но Минаева, это пипец, конечно. Ну, на него же там феминистки напали, то, что он... Да, да. Слушай, я же тоже закусился с этой Митрошиной из-за вибратора. Надеюсь, меня не заблокируют, потому что, ну, как бы я понял, что лучше с такими... Это ты как бездно закусился в Инсте? В Инсте, да, да, да. А, ну, я помню. Она потом даже на интервью меня вспоминала, я, кстати, отхватил хейта от ее подписчицы, она в Телеграм выложила, что, типа, вот на меня мужик типа бочку катит какой-то, то есть она как бы... А ты-то что выложил? Я, короче, выложил, короче, она в Телеграм выложила фотку вибратора. Я помню, это да. Да, я проверил аналитику подписчиков Телеграма и Инстаграма и там как бы 15% несовершеннолетних. Я как бы пишу ей, точнее не пишу, а в сторис выкладываю, типа, Саш, типа, какого хера, у тебя, блядь, вибратор фото и дети тебя читают. Она мне присылает статистику, говорит, вот так вот, типа, мне показывают факт, типа, меня не читают дети, я говорю, ну как же не читают, от твоей аудитории 15% это, блядь, 300 тысяч человек, которые дети. Она такая, начинают набрасываться ее подписчицы. Причем, самое что интересное, подписчицы это дети, потому что я заходил в их профили, а там какие-то школьницы, блядь, на линейке стоят, там 12 лет, 10 лет. Я Саше это кидаю, говорю, блядь, ну вот твои дети на меня сейчас окстятся, типа, вот. И, короче, ну, потом мы это все замяли, ну как-то все само как-то замялось, и она даже на интервью, когда приходила после этого случая, она меня вспоминала, типа, вот, у меня из-за этого, типа, меня хайтили. Вот, как бы, ну, блин, я считаю, что я прав был, потому что, блядь, вибратор... А ты подписчиков получил с этого? Я, хрен знает, я не заменял, но от меня отписалось 300 человек, видимо, люди, которые, ну, поддерживают метрошину. У меня, на самом деле, знаете, у меня, у меня вот эти все хайповые темы работают в минус. То есть, я когда пишу про политику, от меня отписываются больше, чем подписываются, мне кажется. Я не ради хайпа это делаю, потому что, ну, как бы, блядь, это меня волнует просто. Не, ну, круто, крутая история, крутой прецедент. Повоевал с миллионником. Да, ну, как бы, цели такой не было, честно, вот, положая руку на сердце, я не ради хайпа это делал. Я просто помню эту историю, я просто не знал, что ты, это ты, я помню это. Это я, да, это я. У меня даже, у меня даже можешь найти в хайлайте всю историю этого конфликта вибратор. Просто найди меня в этом, я прям сохранял. Ладно. Ты можешь проследить всю историю, да. Сейчас смотрю. Вопрос тут, сколько по времени в этом проекте, я не понял, в каком проекте. Я увидел мое умное, которое звучит в мире, называется по вокалу два года. Тут, кстати, хороший вопрос прилетел. Если по пунктам запуска собрал кейс, запаковал свою страницу, выбрал позиционирование и видос на гид-курс, или как? То есть, это вопрос, типа, вот какой пошаговый, типа, запуск, как сделал запуск, речь? Так, дай-ка сейчас я прочитаю. Если по пункту запуска собрал кейс, собрал свою страницу, выбрал позиционирование и дальше ты выписал видос на гид-курс, или как? Я не понимаю вопрос, можешь мне его объяснить? Короче, видимо, человек спрашивает, пошаговая инструкция запуска в Инстаграм, что нужно делать? Вот если прям совсем ноль, нихрена нету. А, как сделать запуск в Инстаграм, если есть какая-то аудитория? Угу. Я бы делал двух-трехнедельное реалити, подумать, какое реалити будет лучше с самим собой, либо с внешним человеком, со знакомым каким-то, либо взять вообще можно третье лицо, когда мы делаем, вообще там берем человека, типа, мы сейчас занимаемся этим и с ним показываем процесс его достижения результата. Показал бы, как человек с нуля может получить результат за 2-3 недели, дальше дал бы сторителлингов в постах своих, сторителлингов с путешествием в прошлое, рассказал бы, как к этому пришел, сама пришел, пришла, там, соответственно, настоящее, что есть уже, какие результаты по жизни, показывал бы это через триггеры какие-то как свобода, денежный баланс, ну, что-то вот такое, что ты уже более-менее состояющийся человек, показывал бы свои цели, показал бы будущее, показал бы результат своего ученика, потом, соответственно, к этому моменту уже, к этапу этого прогрева люди бы начали писать сами в директ, ну, мы бы опросили их, что если бы у нас была платная обучающая программа, и далее, получается, делал бы бесплатник, желательно на марафон, продавал бы, старался бы делать курс, посмотрел бы конкурс, продавал бы самым, был бы самым дорогим на рынке, то есть, потому что, если ты самый дорогой, у тебя есть возможность в юнит-экономику среднего чека заложить больше плюх всяких преимуществ для твоего ученика, заложить психолога дополнительно, потому что мотивация у людей падает, и на падающую мотивацию надо и психологическую работу добавить, то есть я бы вот, у нас вот в 35-миллионном запуске там работает психолог с учениками, то есть, в которых есть страхи, какие-то загоны психологические, пропадает мотивация к обучению, у нас отдельно мы технорей добавляем, то есть, это узкотематические технические специалисты, которые могут выйти с людьми на консультацию, если ты работаешь с большим чеком, с тобой невозможно конкурировать, если ты работаешь как бы с копеечным чеком, начинаешь ну, типа, занижать рынок, то получается, ты в этот курс, скорее всего, не можешь сделать адекватную обратную связь, не можешь делать дополнительные, например, ты не можешь делать качественный продакшн, ты не можешь снимать какие-то видео, ты не можешь делать классные презентации для людей, ты не можешь делать презу под каждому уроку, потому что не все хотят смотреть видео, кто-то хочет быстро презу посмотреть и сразу приступить к домашке, ты это все сделать не можешь, А, соответственно, ты, получается, продаешь только свои видеоуроки. Соответственно, ты продаешь информацию. А если ты продаешь информацию, ты конкурируешь с Яндексом, Гуглом и Ютубом. А это бесполезно. Ну да, да, да. А это абсолютно бесполезно. Поэтому про средний чек я объяснил. Соответственно, старался бы быть самым дорогим. Провел бы бесплатник по модели закрытой презентации. И сделал бы реально столько человек, сколько я бы круто провел бы. То есть я бы не делал, типа, сколько купят, столько купят. А провел, вот делал бы там, типа, первый поток, если небольшая аудитория. Ну, смотреть надо по прогреву. То есть средний там по прогреву, если хороший прогрев, 30% переходит в лиды на бесплатник. С этих лидов, соответственно, 50% заходит в комнату, 50% в пик. И можно 20% делать в заказы. С высоким чеком там 70% уйдут в оплаты. И уже после этого прогнал бы поток таким образом, чтобы, ну, вставлял бы НПС в гид-курсе в каждый урок. То есть, например, чтобы люди голосовали, что этот урок, там, 6, например, это непонятный урок, да. Это для тех, кто не знает, индекс лояльности клиентская. То есть их оценка качественная. Да. И, кстати, в бесплатник сделал бы редирект. В Бизоне там есть такая функция, что после бесплатника люди редиректят на Google форму, где мы спрашиваем, понравилось, не понравилось, что не понравилось, что понравилось, что улучшить. И НПС. Так мы тоже понимаем, какой день бесплатника не заходит людям. И то же самое в курсе. И вот этих 100 человек, которые первую группу, я бы довел до сверхрезультатов. Часть бы из них забрал бы себе в кураторы, кто захотел бы, кто самый крутой. Дополнительный доход для них как бы был. И делал бы уже второй более масштабный запуск с блогером, еще с кем-то уже, с кейсами, с такими. Ну, и там бы уже под 10 лямов я бы заходил. Давай, знаешь, что сделаем сейчас? Вот мы уже час общаемся, я думаю, уже всем было полезно. Вот давай сделаем спецоффер для тех, кто дослушал до конца. Вот, значит, делаем подарок от тебя. Что ты можешь предложить? Может быть, скидку на твои услуги? Может быть, консультация? Может быть, книгу? Может быть, что-то предложи? Вот мы разыграем. Ну, да. Мы можем, во-первых, кто напишет, подпишется, напишет в директ слово «хочу». Мы там на выбор скинем. У нас есть чек-лист «184 действия к успешному запуску». То есть прям просто пошагово, типа, делаешь это, 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 это. Потому что ты знаешь, когда на запуске, ты постоянно что-то забываешь. Да, 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 да. Типа такой сидел-сидел, ёпчет, я автодозвон даже не настроил, хотя надо было, типа, и постоянно это происходит. Поэтому у нас есть «184 действия» чек-лист. Второе, у нас есть «Как делать прогревы на небольших охватах, чтобы у вас выручка была под миллион рублей». То есть пишите в директ «хочу», что конкретно хотите, либо чек-лист, либо про прогревы, и мы вам скинем. Я сам захотел даже скинуть. Вот, да, да, скину. Мы его вписали как раз на основе своих запусков. И по поводу, это у нас не обговорено было, сделать какой-нибудь спешл оффер типа «Розыгрыш». Давайте, мы можем сделать разбор. Разбор либо в прямом эфире, либо если человек... А давай вместе сделаем, раз мы вместе ведем. Вот человек один, который сейчас... Сколько это будет стоить? Давай, сколько человек должен сейчас закинуть тебе или мне на карту, чтобы он получил разбор личный от нас двоих? У нас, опять же, все в долларах. А тут есть мои люди в чате в этом? Сколько у нас на сайте разбор сейчас стоит? Я не помню. 100 или 50 евро, по-моему. Сейчас не помню, сколько стоит разбор. Часовой разбор у нас стоит 100 евро, по-моему. Окей, давай так. Кто сейчас закинет, напишет мне в Директ, либо Павлу, и переведет 100 долларов, 100 евро точнее, 100 евро, он получит часовой разбор от нас двоих. Прикольно? Да, разбор чего пишет? Разбор вашей ситуации. Да, но если вы хотите запуск сделать или зарабатывать на этом. То есть, если у вас традиционный бизнес, магазин обуви, вы придете разбирать магазин обуви, будете внедрять автоворонки в магазин обуви. Короче, вот такой вот оффер. Даже если вы смотрите в записи, пишите. Возможно, это будет актуально даже в записи, когда мы будем это выкладывать. В общем, вот такой у нас оффер с Павлом. Если интересно, пишите. Я с удовольствием такой разбор с Павлом мы проведем. Класс, спасибо. Я люблю, когда они что-то новенькое и неожиданное. Окей, спасибо тебе, Павел. Был крутой эфир. Да, спасибо тебе, Макс. Мы еще замутим нашу идею по Clubhouse. Я тебе напишу. Да, пиши, пиши. Мы скинем тебе сейчас чек-листы и прогревы. И третье мы что-то договаривались. А, я жду от тебя цифру по доле, по процентам, чтобы передать ее инвестору и основной сайт эксперта этого. Да, я бы еще хотел с тобой поработать, чтобы ты помог мне запусками. Реально. Давай, да, пиши, с удовольствием сделаем. В Clubhouse пообщаемся. Круто, круто. Да, все организуем. Все, пока, да, ребята. Все, пока, пока.